Всем привет! Поговорим сегодня с вами вот в такой обстановке. Хотел провести стрим из нашей мастерской, но все не получается со временем. Давно уже обещаю вам, мои подписчики, устроить розыгрыш. И сегодня хотел бы вам рассказать условия, которые надо выполнить. Я параллельно буду тут заниматься и, в принципе, запишем такое видео полустримчик, потому что выйдет оно не онлайн, а в записи. Так, значит, первым делом, значит. Сначала расскажу, что у нас будет в розыгрыше. Когда я делал камаз, я сказал, что будет он разыгрываться, но, к сожалению, то принтер сломался, вот, когда перебрал его, в принципе, вроде сейчас он работает. Вот, я не напечатал еще камаз, еще один. Вот, но напечатал вот такую вот буханочку, не буханочку, а головастика в шестнадцатом масштабе. Вот, я его весь склеил. Вот, может быть, конечно, зря удобнее вам кому-то было бы его разборной сделать, но, в принципе, все элементы съемные, ну, как говорится, при желании можно разобрать. Вот, потому что склеил, ну, так вот, средний. Вот, вот такая вот модель кабина УАЗика. Вот. Чуть-чуть его надо будет подшкурить. В принципе, фары можно приобрести на Алишке. Они прям разбираются, сюда встанут и прям под шестнадцатый масштаб хорошо подходят. Тут у меня еще дополнительные какие-то запчасти. В кабине имеется салон, сиденье, руль, все нормально такое. Ну, тут вот, значит, что мы делаем. Просто берем наждачку, подшкуриваем. Вот, мордочка красивая. Остекление прикидываем. Вот, лучше всего там взять, кордоночку сверху наложить. Как раз она прям в нахлёд получится. Вот. Потом чуть-чуть подрезаем и изнутри ее приклеиваем. И будет вообще огонь кабина. Вот. Вот смотрите, вот, значит, что я напечатал. Напечатал вот такой вот УАЗ. Это у нас шестнадцатый масштаб. Проект был в десятом масштабе. Я его уменьшил, сделал именно под ВПЛ. Но мосты ВПЛ сюда будут широковаты. Так что вам придется подумать, что сделать. Но он сделан именно, чтобы был в масштабе. Грубо говоря, вот он КАМАЗ в шестнадцатом. Ну, и вот такая вот будет... Вот такой будет головасечек. Вот. В принципе, он и с Уралом будет смотреться нормально, хотя Урал восемнадцатого масштаба у нас. Но, как вы знаете, я его поставил на более высокую резину. Вот такие копийные колесики у него сделал. Колесо откидывающееся. Кстати, диск здесь отпечатан тоже копийный. Вот такая вот модель. Но на нем у меня сгорел двигатель. И что-то я уже заказал аж три штуки у китайцев. И еще ни разу не попал в точку. Написано все, а они не подходят. Один купил. Он вообще девяти вольтовый оказался. Вот. Хотел переделать его на 3С. Попробовать, как он попрет. Но запереживал за мосты. Вот. И не стал этим заниматься. Оставил пока так. Вот. Так что заказал сейчас полностью коробку от Урала. От него с мотором. И поменяю полностью. А коробочка куда-нибудь потом ходится. Так. Значит, ну тут не про модели сегодня разговор у нас с вами. Так вот чисто показать в сравнении. Вот. Это вот шестнадцатый масштаб. Еще же, вот сейчас, кстати, параллельно я хотел показать, будет разыграна кабина от КРАЗа. Кабина от КРАЗа. Вот сейчас как раз я занимаюсь двумя КРАЗами. Кто подписан на инстаграм, уже видел. Вот. КРАЗ в девятнадцатом масштабе. Это будет дополнение к Уралу. Он поменьше в сравнении там с теми же самыми с Ишигами, МЗами, JJRC. Вот. Урал чуть поменьше, восемнадцатого масштаба. Вот. И КРАЗ, проект КРАЗа, сделан полностью под ВПЛ-шасси. Прям встает все как положено. Вот. КРАЗ тоже довольно-таки копийный. Сейчас я его при вас потихонечку тоже буду подделывать. Будет у него, ну при желании, открываться капот, открываться двери. Вот. Здесь вот такая вот классная решетка. Она прям вставляется туда. Классненько. Вот. Кое-что я тоже подклею. Вот. Печать тут надо будет зачистить, грунтануть. Вот. В принципе. Вот. Так вот. И двери будут сюда у нас становиться. И все. Вот. Такая вот моделечка. Вот. Разыграем ее. Вот. А я еще для себя взялся за задумку сделать За задумку сделать КРАЗ в шестнадцатом масштабе, чтобы посмотреть, как он будет уже в сравнении с Тем же самым КАМАЗом, Шишигой. Вот. И вот потихонечку я им занимаюсь. Вот. Хотел и этот доделать полностью все. Но решил Вам нужней. Так что разыграем его. Разыграем его. Давайте решим, когда. Так. Сегодня у нас с Кабину УАЗика, как тестовую. Вот. Разыграем с подписчиками ВКонтакте. АКРАЗ разыграем чуть-чуть попозже. Ну, через недельку, грубо говоря. На следующих выходных. Через выходные. АКРАЗ разыграем с подписчиками на YouTube. Столкнулся с такой проблемой. Ну, не проблемой, как говорится. То, что не у каждого есть соцсети. А YouTube, так как у всех сенсорные телефоны, есть у каждого. Вот. Так что охватим и соцсети, и, значит, наш YouTube. Так. Дальше. По поводу, все спрашивают, с кем ссылку, значит, на Instagram, там, на все вот эти. В шапке, на YouTube все ссылки есть. Так что переходите, подписывайтесь. Ну, Instagram, он не чисто по тематике, только вот радиоуправляемых моделей. Он просто как меня, как человека. Вот. Так же, как и ВКонтакте, есть моя страница. Вот. Вот. Тоже добавляйтесь в друзья. Если есть вопросы, спрашивайте. Всегда, что знаю, отвечу. Если что-то пробовал, скажу, как делал. Может быть, если что-то осталось, покажу. Вот. Так что, такого плана. Здесь, по этой модели, можно сделать открывающиеся окна. Вот. Можно просто их будет приклеить. Там, посмотрите сами. Рамок будет несколько штук печатал. И на двери всякие. Все это поедет к новому обладателю. Двери также будут там. Я их туда положил. Вот. Как говорится, установите. Вот. Дальше, что у нас? У нас есть подножки оригинальные. У нас есть подрамники. Вот я сейчас, кстати, их... Вот. Вот. Они только вчера напечатались. Сейчас я их разберу от поддержки. Также у модели будет задний бампер. Дополнительно еще одна решетка. Это если вдруг кто-то запорит там, или что-то придумает, типа фиксаторы, как на настоящем. Вот. Отсюда, чтобы фиксировалось. Так. Ну. То, что разноцветный, это у меня просто закончился пластик. Начинал печатать пластиком хипс, так как на данный момент он мне нравится больше всех. Он не дает такую усадку, как АБС пластик. Вот. Но он закончился, и даже у меня не доделалась кабина немножко. Вот. Пришлось перевернуть кабину, напечатать несколько слоев и снять здесь. Будет такой вот подрамничек сюда. Ну, как на том, на большом. Вот. И, соответственно, подрамничек сзади. Все. Так. Значит, еще раз. Да не еще раз. А, значит, какие вообще условия розыгрыша. Потому что они все равно должны присутствовать. Вот. Что от вас нужно? От вас нужно подписаться, значит... Надо будет подписаться, значит, на группу ВКонтакте, на YouTube-канал. Вот. И самое главное... Оставить комментарий. Комментарий какого формата? Просто с номером, значит, участника. Грубо говоря, первый пишет комментарий, там, цифру один поставил. Хочет, пишет, пишите что-то, предложения какие-то. Вот. Вопросы задавайте. И плюс циферку ставьте в конце, там, в начале, без разницы. Так. Вот. Еще сразу отвлекусь. Задний подрамничек. Вот. С номером участника. И все. Соответственно, сколько участников наберется между этими участниками и будет разыграна кабина. Вот. Значит, и такая же система на YouTube-канале. Значит, на YouTube-канале получается то, что сроки две недели для голосования, для участия. Вот. Вконтакте чуть-чуть поменьше. Вот. Так что, сегодня постараюсь выложить видео. Подписывайтесь. Ставьте комментарий. Значит. Если вам вообще какое-либо понравилось, заинтересовалось, ставьте лайк. Буду понимать, в каком формате для вас снимать. Сейчас начинается осень. Сейчас я хочу поставить основную технику на колеса и уже покатать, поснимать видосы для вас. Вот. Значит. А так. Основное. Основная мысль сегодняшняя, это как раз розыгрыш. Вот. Очень мне интересно, кто выиграет. Доведет ли он это дело до ума. Вот. Охота посмотреть. Вот. Тем, кто выиграет кабину, я обязательно положу бесплатных наклеечек. Вот. А так, чтобы что-то дальше делать, хотя бы покупать тот же самый пластик, вот, и делать побольше розыгрышей, надо, значит, что-то пробовать. Хочу сделать Ниву в шестнадцатом масштабе. Хочу сделать Урал в шестнадцатом масштабе. Вот. Вот. Каждая модель, если вам нравится, доступна для заказа будет. Вот. Вот. Параллельно еще делается буханка. Вот. Проект не очень качественный, но она уже зашкурена, загрунтована. Не загрунтована, а зашпаклевана. Вот. Скоро она вся вся доведется до ума, загрунтуется и, в принципе, будет... Она уже, как бы, доступна для заказа. На этом, значит, мы с вами, наверное, завершим. Единственное, что, может быть, попробуем... Попробуем сейчас с вами открутить кабину КАМАЗа и посмотреть, как там будет смотреться... Это шасси МЗ. Будет смотреться КРАЗ-19 и КРАЗ-16. КАМАЗ тоже будет. Сейчас я закажу пластик. КАМАЗ тоже будет в розыгрыше участвовать. Обязательно. От своих слов я не отказываюсь. Просто хотел сначала для себя посмотреть побольше, значит, вообще проектов, какие, ну, могут вообще получиться. Потому что, не пробавшие, я так не могу. Мало ли, вот не получается сейчас кабину у меня напечатать. Как я могу его кому-то предлагать там что-то делать. Так, кабину сняли. И сейчас, так, значит, что у нас получается. Так, дно. Кстати, в КРАЗе также присутствуют сиделки. О. Чик. А, тут по ширине немножко надо будет подделать. Ну, МЗ изначально модель идёт, всё-таки, она и заявлена, по-моему, как двенадцатый масштаб. Вот. Ну, конечно, там не двенадцатый. Но, всё равно, она изначально идёт больше, чем Урал от ВПЛ. Вот. Поэтому КРАЗ сюда не особо подходит. Он всё-таки прямо под шайскую, под ВПЛ. Вот. Давайте мы посмотрим, как сюда будет становиться уже полноценный шестнадцатый масштаб. Тоже всё ещё не собрано. Во. Вот это уже совсем другое дело. Вот это, да. Колёса сюда вот по типу тех, что на этом стоят. Вот диски под него маленькие, видите. Это вот сюда. Такое вот колесо будет. А туда, сюда, конечно, нужны будут побольше. Но строится всё равно будет всё это дело на мостах от ВПЛ. Вот. Потому что не очень мне хочется постоянно переделывать подвеску на ВПЛ, но всё-таки как-то получше сделано, чем на МЗ. Кстати, МЗ в сегодняшнем видео вы увидите то, что передняя подвеска уже стала другой. Ресорки я поставлю на металлические, всё-таки сделаю сюда. Вот. И займусь в ближайшее время задней подвеской. Вот. Тоже увеличу её, потому что она у меня есть уже полностью напечатанная, как на ВПЛовском Урале. Вот. Но она маленькая. Её надо так же, как и вот переднюю серьги, надо увеличивать. Так что сделаем... Ну, я не знаю. Крас будет полностью на кастомной раме, но с ВПЛовскими мостами. И, скорее всего, ВПЛовские мосты будут металлические. И задний будет проходной, и раздатка будет. Крас попробуем. Попробуем, конечно, не знаю, сделать супер тягачом. Не знаю. Хотел я КАМАЗ сделать, сидельный тягач. Но, так как уже напечатал Крас, мне кажется, что КАМАЗ будет маловат для именно вот этой платформы, чтобы танк таскать. А Крас будет самое оно. Но всё, как говорится, меняется не по дням, а по часам. Как будет, так будет. Ну, на данном этапе, я думаю, мы заканчиваем. А то и так всё равно 5 минут 10 будете сидеть, мучиться, смотреть. Так что пишем комментарии. Лайкаем запись. Делаем репост, чтобы охватить большую аудиторию. Репосты можно делать как лично, так и на группу свою. Если вы там администратор, значит будете участвовать в любом случае только вы. Так что смотрите сами. Если есть интерес, участвуйте. Не хотите, можете просто написать комментарий, к чему стремиться, может быть что там доработать. По поводу качества печати говорить, конечно, не надо. Я ещё всё-таки всё равно учусь. Потихоньку настраиваю. Уже качество меняется не то, что было раньше. Изначально я делал что у нас? Самый первый проект это был ЗИЛ-131. С ним мне пришлось, конечно, посерьёзнее поработать. Вот здесь уже детальки сходятся лучше. Ну всё. Всем пока. Удачи. У кого-то будет даже двойной шанс выиграть. Один шанс ВКонтакте. В группе другой уже на YouTube канале. У кого только один, если нету контакта. Ну всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok